Всем привет, ребята! С вами Алла Нубик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами начинаем выживание в замечательной игрушке под названием Мини Ворлд. Это у нас будет первый ролик, первое выживание, поэтому нужно будет позаботиться первонаперво о своей безопасности. И, конечно же, попробуем сегодня скрафтить первые вещи. В принципе, заспаунился я на довольно-таки прикольной местности. Я думаю, что где-то здесь я, наверное, и буду выживать и, возможно, построю со временем домик вот тут вот на возвышенности. Но пока у меня нет ресурсов и пока у меня нет времени для того, чтобы сделать домик, я, скорее всего, что, ребята, попытаюсь сейчас сделать себе что-то наподобие, как обычно, бункера, либо небольшой какой-нибудь постройки, небольшого такого маленького домика, в котором можно было бы пережить ночь, так как скоро уже наступит, ребят, ночь, и нам нужно подготовиться. Также, конечно же, я попытаюсь, ребят, сейчас сделать первые деревянные вещи. Верстак, наверное, тоже уже сделаю себе первый. Ну, для начала мне нужно, конечно же, этого дерева попробовать затарить. Я попробую дерево штучек 10, наверное, сделать себе, ну, хотя бы штучек 7-8. Если еще мы с вами раздобудем себе деревца и потом с этого дерева сделаем себе верстак, сделаем себе первые вещи, ну и, конечно же, позаботимся об нашем с вами домике. Давайте вот этот вот, наверное, последний блок уже разобьем. Больше мне, в принципе, блоку пока что не нужно. Ого, 9 штук у меня уже есть. Я думаю, что этого более чем достаточно. Можно, в принципе, где-то здесь вот и повыживать немножко. Ну, давайте вот тут вот я и верстак, наверное, свой где-то поставлю. Изначально мне нужно скрафтить этот верстак, расшиваем наши доски, побольше досок разошьем. Давайте все эти бруски мы с вами разошьем. Теперь можно нам создать один верстак, палочек немножечко. И я думаю, что этого более чем хватит. Итак, теперь мы с вами можем делать себе деревянные вещи. Кирку деревянную. Давайте возьмем деревянную лопату и деревянный топорик. Я думаю, что тоже пока что нам этого будет достаточно. А можно, знаете, что еще сделать? Можно еще, например, деревянный меч сделать. Я вижу, что тут вот у нас овца есть. Сейчас мы с вами переговорим, и у нас уже будет один блок шерсти. Чтобы она тут особо не тусила, мы с вами кокнем. Давай быстрее. О, отлично. И что с нее выпало? Надеюсь, шерсть выпала. Так, а почему я шерсть не подобрал? А, вот она, ребята. А, отлично. У нас с вами уже есть шерсть. И даже у меня тут еще есть один росточек елки. Но я потом его, ребята, либо сожгу в печке, либо, возможно, посажу новое дерево. Пока что не нужно мне его использовать. Ага, вот тут вот еще одна овца, оказывается, есть. Ребята, у нас тут с вами уже два блока шерсти есть. Если бы еще третья была, ребята, как же нам здесь с вами повезло. Нам с вами очень сильно повезло. У меня уже есть три блока шерсти, и это означает, что я могу уже себе сделать кроватку. Мы с вами только начали выживание, но кроватка у меня уже есть. То есть теперь мне особо даже не нужно спешить. Потому что если наступит ночь, мы с вами прям в маленькой какой-то пещерке можем закрыться. Там лечь, переспать. Ночь. И все. И у нас будет уже обратно же белый день. Хорошо. Значит, сейчас мы с вами тогда попробуем натарить себе побольше ресурсов. Ого, я вижу, вот там вот крипак есть. Давайте мы сейчас с вами попробуем себе чуть-чуточку булыжника раздобыть. Потому что булыжник это очень важная составляющая нашего выживания. Попробую я булыжник раздобыть, как я сказал уже. И попробуем, ребята, с вами, возможно, какой-то каменный уголь еще раздобыть. Нам понадобится сделать печку. Вот. Потом нам понадобится, ребята, еще делать каменные всякие вещи. Поэтому булыжник, ребята, это неотъемлемая часть для нашего выживания. Сейчас я, короче, тогда вот тут вот этот булыжник еще раз добуду. Сколько тут у меня уже блоков его есть. Так, у меня уже есть 4 блока, по-моему, да? Ну, давайте вот этот вот, наверное, тоже уже весь разобьем булыжник. Вернемся назад к нашему верстаку. Там я себе уже сделаю, скорее всего, что печку. И сделаю себе уже каменные вещи. Возможно, как раз-таки мне не понадобится уже деревянная лопата и деревянный топорик. А все будет у меня каменное. Вообще круто, ребята. Вот это нам реально повезло. Я, получается, выживал в мини-ворлде немножечко и раньше, да, когда мы с вами играли в 8 игр. Но там мне почему-то так никогда не везло. Там либо нас нападали какие-то монстры прям сразу же. Либо крипак какой-то спаунился, как только наступает ночь. И полностью наш с вами домик разбивали. А вот здесь мне очень и очень повезло. Сейчас я еще чуть-чуточку. О, нет-нет, главное не упасть вниз. Я чуть вниз уже не упал. Смотрите, а там вот как раз-таки есть крипак. Мы этого крипака с вами сможем мочкануть или же не сможем? Я, в принципе, его мог бы мочкануть, но для этого мне нужно вот сюда вот перейти. Давайте вот тут вот мы его и мочканем. Сейчас он сам должен взорваться, наверное, да? А вот тут еще один крипак, ребята, тут уже аж два крипака. Давайте мы с вами, наверное, их кокнем сейчас. Сейчас я посмотрю, или они вообще здесь живы остались. Давайте вот эту вот пару блоков земли мы сейчас с вами уберем. А вот они, ребята, видите, этих два крипака, они тут живы. Сейчас я вот эту еще землю уберу. Так, один должен сейчас взорваться, а потом взорвется и другой. Давайте мы их мочканем вот так вот. Давай-давай, взрывайся. О, отлично, ребята. Один взорвался. К сожалению, меня отбросило в воду. Чуть-чуточку сердечек я потерял, но это ничего страшного. Главное, что мы этих с вами двоих злых крипаков мочканули. Хорошо, теперь возвращаемся к себе домой. И сейчас мы с вами уже дома сможем сделать первые каменные вещи. Вот наш верстачок. Давайте мы здесь с вами с помощью нашего верстака сделаем печку. Изначально сделаем деревянную кирку, деревянную, ой, каменную кирку, каменную лопату, каменный топор и каменный меч. Все, все каменные вещи у меня уже есть. Теперь мне, в принципе, особо-то и нечего бояться. Давайте вот тут вот мы, наверное, с вами еще печку на всякий случай тоже поставим, чтобы у нас уже печка и верстак были в нашем домике. Ну, вернее, не в домике, а пока что в нашем небольшом бункере, потому что я, ребята, наверное, сейчас себе еще и бункер какой-то попытаюсь сделать. А хотя можно и в пещерке переночевать. Может, мы с вами вот эту вот пещерку, которая вот возле нас тут есть, попробуем мы ее, ребята, немножечко переделать. И будет у нас, возможно, бункер с вот этой вот пещерки. Сейчас я до конца ее попробую вот тут вот доразбивать еще. Так, отлично, тут вот у нас будет выход. Да, я думаю, ребята, что здесь мы с вами как раз-таки попробуем сделать себе, наверное, первую вот такую вот пристанище, в которой можно было бы схорониться на время. Ну, я думаю, что вот так вот, наверное, мы с вами это все обнесем. И теперь в эту сторону еще сейчас поднимем на один блок. Да, ребята, думаю, что будет прикольно. Единственное, конечно, что нужно еще земли раздобыть, но это ничего страшного. Мы сейчас вот эту вот с вами землю тогда пособираем, и все, и будет у нас, в принципе, земли нормально, и будет у нас пристанище. И когда у нас наступит ночь, как раз-таки в этой вот пещерке мы с вами тогда и будем ночевать. Кроватку сейчас я тоже сделаю, потом можно нам с вами еще будет сделать пару факелов и так далее. Сейчас давайте уже доделаем, наконец-таки, нашу эту вот с вами пещерку, для того, чтобы тут никакие монстры на нас уже не нападали, и никакие монстры возле нас не спаунились. Мы вот так вот будем с вами чувствовать себя в безопасности. Итак, заходим сюда, но тут, в принципе, можно где-то вверху поставить нашу кроватку, и вот тут вот вверху тогда ночевать. А прям в самих вот этих вот построечках, в самом вот этом вот пространстве, ребята, мы с вами можем тогда поставить еще себе дверки деревянные, для того, чтобы нас точно никто не кокнул. Так, забираем пару вот этих вот еще блоков земли. Так, и вот здесь вот доделаем как раз-таки наш с вами домик. Отлично, ребята, вот у нас, в принципе, бункер такой маленький и готов. Здесь вот можно еще тоже так вот позалаживать немножечко землей, чтобы у нас не было такого большого перепада. И все, ребята, у нас, в принципе, бункер, как я сказал, с вами уже готов. Сейчас мы сделаем тогда, наверное, дверку себе. Где наша дверка? Вот наша дверка. Делаем себе дверку и забираем наш верстак, и забираем нашу печку, перетащим это все в наш бункер, чтобы оно было, ребята, в бункере. И если случайно там или преднамеренно на меня будут нападать уже монстры какие-то, то это все добро у нас будет находиться в бункере. Итак, отправляемся сюда. Круто, просто, просто круто. Можно еще взять, знаете, что? Можно еще взять, например, лопаточку. И можно, ребята, еще чуть-чуточку земли под насобирать и поднять повыше вот этот вот пол, чтобы он у нас не был прям такой низкий. Я думаю, что этого более чем достаточно будет. Отличненько. Сейчас мы с вами тогда выбираем нашу землю. 8 блоков земли. И выставим это все вот тут вот внизу, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, ребятки, вот у нас тут и красотулечка получилась, да? Вот этот вот еще блок мы можем с вами убрать и поставить их где-то вот так вот. Все, ребята, у нас с вами уже есть готовый бункер, в котором можно жить, поживать и добра наживать. Сейчас я вот этих вот, наверное, еще все-таки пару блоков заберу, чтобы они мне тут особо не мешались. Так, отлично. Все, ребятки, смотрите, какой прикольный бункер получился. Я даже сам не ожидал, что он такой прикольный у меня тут получится. Можно вот этих вот еще пару блоков убрать, для того, чтобы тут было чуть-чуточку поуютнее. И вот этот вот, наверное, последний еще один, да? Или тут их два, сколько тут нужно блоков убирать? А нет, ребята, здесь блоки мы, наверное, с вами не сможем убирать. Хотя, почему не сможем? Мы просто вот так вот повыше их можем поднять и все. Короче, вот эти вот блоки тогда я земли уберу и поставлю просто повыше. Вот здесь вот еще блок один, да? Так, что у нас тут еще есть? Больше у нас нету никакой землицы, оказывается. Но зато у нас вот таких вот еще блоков тут предостаточно разных есть. Этими блоками мы как раз-таки с вами и воспользуемся. Итак, видим, что уже ночь наступила, ребята. Так что нам надо срочно с вами доделывать наш домик. Так, вот здесь вот у нас тогда будет дверка. Все, ребята, вот мы с вами сейчас будем жить, пожевать и добра наживать. Сюда вот я тогда поставлю еще свой верстак и печку. Где эта моя печка? Давайте мы сюда вот печку поставим, а сюда вот мы поставим наш верстак. И давайте еще побырику возьмем наш топорик и попробуем еще одно, один блок дерева вот тут вот где-то, где-то раздобыть. Но вот, в принципе, вот этот вот один блок, я думаю, что мне хватит. Так, ну, в принципе, даже два можно взять. Все, теперь мы с вами возвращаемся в наш бункер и можно ложиться уже баиньки. Я сейчас побырику тогда сделаю еще факела. Закрываем дверку, чтобы нас никто не трогал. Сюда мы с вами забрасываем наших два вот этих вот бруска. А сюда давайте мы забросим с вами деревянные наши вещи. Деревянный топор мы сюда можем забросить. Парупа, вот этот вот два ростка, в принципе, можем забросить, пускай они себе горят. А когда у нас создадутся вот этих вот два уголька, как раз-таки мы с вами сможем сделать уже факела. Итак, заходим сюда и делаем себе первые факела. Вот они, четыре факела у меня уже, в принципе, готовы. Мы берем эти факела и расставляем один вот тут, вот один вот тут, вот и еще здесь вот можно тоже, в принципе, по углам проставлять. Ну, давайте вот тут вот один поставим и вот тут вот. Все, ребята, вот у нас, в принципе, уже готов с вами вот такой вот уютненький, можно сказать, бункер, в котором мы и будем с вами жить, поживать и добра наживать. Еще четыре факела сейчас я сделаю и можно их будет уже наверху там себе скрафтить, вернее поставить. И вот теперь мы с вами можем скрафтить кровать, так как я раздобыл три блока шерсти. Все, теперь у нас с вами есть кровать, у нас с вами есть верстак, у нас с вами есть печка. Все самое необходимое для того, чтобы жить, поживать и добра наживать. Так как у нас ночь, ложимся, ребятки, спадки. Когда проснемся, уже будет утро и можно начинать, ребята, готовиться к постройке нашего основного домика. Ого, смотрите, тут довольно-таки много различных монстров есть. А мы с вами можем тут себе попытаться скрафтить еще каменный меч? Или он у нас тут уже есть? А, у нас есть с вами каменный меч, ребята. Итак, берем наш каменный меч и погнали. Сейчас мы с вами еще, возможно, где-то паука какого-то раздобудем, либо какого-то скелета. Косточки с него повылетают, мы с вами ими обязательно, их с вами обязательно позабираем. А, вот я вижу паука, ребята, вот я вижу уже паука. Но тут вот еще и крепак есть. Да, блин, главное, чтобы он там меня не тронул. О, он меня вроде не тронул, хорошо. А вот и наш паучара, ребята. Давайте мы с вами этого паука мочканем и сделаем уже себе, наконец-таки, наверное, удочку. Теперь с помощью этой удочки мы с вами сможем рыбачить и сможем добывать себе еду. Давайте я сейчас попробую побырику сделать как раз-таки себе удочку. Эту землю сейчас мы с вами позабираем. Вот. И попытаемся, ребята, пойти хотя бы какой-нибудь рыбки поймать, потому что у нас вообще нету никакой еды. Заходим сюда и делаем нашу удочку. А, ребята, а удочку я, к сожалению, сделать не могу. Для того, чтобы сделать удочку, мне нужно, блин, мне нужно, оказывается, две ниточки. Нужно две ниточки, представляете? Я думал, что одна, а их нужно аж две. О, благо, что тут у нас свинюшка есть. Сейчас мы с вами тогда свинюшку приговорим и покушаем. Сейчас я ее приговорю. Я мяско добыл свиное. Сейчас мы пойдем его, короче, побырику тогда пожарим. Это свиное мяско и будет у нас еда. Все, в принципе, наш бункер с вами уже более чем готов. Можно вот так вот это все чуть-чуточку повыше проставлять, да? А то вот эти вот блоки были повыше. О, а нет, ребята, повыше не получится. Где-то здесь вот и нужно их расставлять. Ну, ладно, ничего страшного. Значит, будет у нас вот тут вот такой вот бункер с одним блоком. Это ничего страшного. Теперь заходим в нашу печку, закидываем сюда два кусочка мяса. Сюда мы с вами можем закинуть те деревянные вещи, которые мне уже не пригодятся. Деревянную кирку давайте я сожгу. Ну, и, в принципе, давайте мы с вами деревянный топор сожжем. А здесь вот попытаемся сделать уже все каменные вещи. Каменная кирка у меня есть. Вот каменный топорик у меня тоже есть. И каменная лопата у меня есть. В принципе, у меня уже все ресурсы есть для того, чтобы начать, ребята, выживание. Если еще, когда наступит ночь, мы с вами, конечно же, в нашем домике вот здесь вот схоронимся. И можем лечь даже поспать, если надо будет. Либо можем ночью поохотиться, например, на пауков. А когда у нас наступит обратный же день, мы с вами можем смело отправляться вот сюда вот вверх и начинать постройку нашего дома. Я думаю, что уже в следующий раз мы с вами приступим к постройке дома. И где-то вот здесь вот, наверное, мы как раз-таки этот домик с вами и загрохаем себе. Ну что, ребята, на этом пока что все. Если вам понравилось это видео, если вы хотите побольше подобных роликов, ставьте ваши лайки. Также обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на клавишу колокольчика. С вами был Аланубик, ребята. Всем пока!